Сегодня утром мы с Лерой увидели гигантское существо, и с того момента меня не покидало ощущение, что назад пути нет. Раньше я предполагал, что люди смогут победить этих существ, но теперь очевидно, монстры заберутся в самые потаённые уголки Земли и станут хозяевами планеты. Так, молодёжь, а ну быстро отдали мне мою рубашку. И что вы думали? А ты что, спешилюха? Тебе что, ночи мало было? Не будите его, он с четырёх утра дежурил, и рубашку вашу никто не брал. Дед Данил, ну чё вы кричите? Я всё утро ваш сон защищал. Так теперь дайте мне отдохнуть. Эх, болтусы, сколько вам повторять? Да ладно, ладно! Чё сразу руками-то размахивать? Данил, просто Данил. Я весь сон потерял. Надеюсь, хоть в комнате меня в покое оставите. А чего это он нервный-то такой? Ой-ой-ой, прости, прости, прости! Стучаться надо! Хе-хе, рановато, Илёха, рановато! Лера, девочка неприступная. Тут ещё как минимум два свидания нужно. Пять. Пять свиданий. Ей-богу, будто в общагу попал. Отдохнуть уже негде. Постой, куда собрался? Ну и чего вы разбудили его? Сейчас будет ходить как сонная овечка. Нам скоро на вылазку за бензином идти. Ира, завтрак готов? А кто вам сказал, что я завтрак готовлю? Я пятым пытаюсь отмыть с одеждой. Вы меня не просили приготовить что-нибудь. Вот, я прошёлся по квартире на этаже. Нашёл банку тушёнки и пакет гречки. Кто тебе разрешал выходить из квартиры? Петя, это опасно! Забыл, что случилось вчера? Да пока вы соберётесь, я уже всё сделаю. Садитесь за стол. Скоро завтракать будем. Да я... кто засунул мою рубашку под диван? Звук в Майнкрафт-сериалах, как и вообще в видео, это главное. Поэтому хочу порекомендовать недорогие, но очень хорошие наушники. И смотрю их, конечно же, на Я-каталог. Тут очень удобно сделан подбор по параметрам. Нам нужны именно проводные полноразмерные. Среди этого выбора лучшими будут Cloud Stinger. Тут можно увидеть все необходимые характеристики. Также сразу посмотрим, в каких магазинах есть данные наушники. И чуть ниже увидим отзывы о них. Вполне нормальные. Ну и предлагаю сравнить их со схожими по цене наушниками. Здесь можно увидеть основные отличия между двумя моделями, а также график изменения цен. Если ты ищешь себе наушники, прочую периферию или комплектующие, заходи на Я-каталог, так как он расширился и доступен теперь и в Казахстане. Все ссылки в описании. Смотри-ка, еще вертолеты. Теперь понятно, почему их не было в городе. Судя по всему, они борются с этим огромным существом. Существом? Быть может, таких гигантских тварей много по всему миру. Сюда стянули бы всю армию, если бы оно было одно. Тогда получается, что наши дела совсем плохи. Если я в чем-то и уверен, то только в том, что с каждым днем будет все хуже. Этих монстров немерено. Так что я сомневаюсь, что мир вернется в прежнее русло. Я рассказывал тебе, что мы видели пару дней назад с Лерой. Ты про их тарелку? Я с самого начала подозревал, что это как-то связано с пришельцами. Поэтому нам вообще не стоило бы покидать убежище. У нас разве есть выбор? Мы ведь не знали, что наступит гребаный апокалипсис. Похоже, Петрович единственный готовился к концу света. Он был помешан. Псих. Мы могли бы отделаться меньшими жертвами, если бы не Петрович. Да, у него были, конечно, свои методы. Но если мы бы послушали его, то были бы в безопасности. Помню, что соседка с диабетом. Он просто убил ее, чтобы показать нам его намерения. Ты считаешь это нормально? Думаешь, она смогла бы прожить в таких условиях со своей болезнью? Может, он просто лишил ее мучений. Знаешь что, Егор? Ты меня начинаешь напрягать своими рассуждениями. Так или иначе, Петрович сохранил нам жизнь своим поступком вчера. Очевидно, он был уже не жилец. Монстры его знатно протрепали. И он по той же логике просто решил умереть. Пусть и сделал благородный поступок. В чем-то ты прав. Добро не ради добра, совершенное за добро не считается. И тем не менее, мы бы сейчас тоже были мертвы. Ну что, набирай бензин. А я пойду пока проверю, что внутри. Ох и смешно будет, если бензина здесь уже нет. Нет, Илья, это будет не смешно. Это будет ожидаемо. Илья? 92-го нет. Сейчас попробую пятый. Да не кричи ты. Сюда подойди. Ух, ни хрена себе. Получается, мы джекпот сорвали. Головой думает Илья. Если эти продукты никто до сих пор не забрал, значит была причина. Скорее всего, они отравлены химией, которую сбрасывали две недели назад. Да нет, не может быть. Все запаковано. Химия не попала бы через стекла в магазин. Что, предлагаешь просто уйти отсюда? Какая еще может быть причина, по которой продукты не забрали? Так кто его знает? Мы не видели ни одного... Мы не видели обычных людей ни в городе, ни здесь. Ладно. Жди здесь и собирай всю провизию по сумкам. Я заправлю машину и вернусь к тебе. Постой. Ты ведь сам говорил, что одному снаружи опасно. Мы потратим много времени, пока до машины вместе дойдем. Если монстров услышишь, свяжись с Данилом по рации. Он придет ко мне на помощь. Будь осторожен, Егор. Подожди. Ну, что тебе еще? Я тебе не говорил никогда. В общем, ты для меня пример мужественности и храбрости. Я с самого начала старался быть таким же, как и ты. Ты что, в путь меня последний отправляешь? Брось ты глупости говорить. Я скоро вернусь. Господи, сколько еды-то здесь. Пончики, чипсы, газировка. О, бог еды. Ты услышал меня. А? Да понял, я понял. Экономить надо. Я ничего не буду есть. Ну, разве что вот эту пачку чипсов. И баночку кока-колы. Да-да, Егор, ты иди. Все будет в порядке. Обещаю, ни одна пачка чипсов не пострадает. Ну, почти. Ммм, божественно. Ох, этот великолепный хрустящий картофель. Ох, этот вкус ароматного бекона. Кто бы мог подумать. Ладно, пора собирать продукты. Ну, как же Лера обрадуется, когда я ей принесу баночки газировки. Да ладно, ружьё. С патронами? Да это просто магазин желаний. Всем стоять, это ограбление. Гони все деньги сюда, иначе пристрелю. Марти, возьми в заложники эту цыпочку. А ты чё стоишь? Давай мне сюда все деньги с кассы. И не смей вызвать полицию. Я шутить не стану. Ха-ха-ха. Ах, чёрт, ну я гангстер. Чисто крутой тип из фильмов. Видел бы меня Лера. А, чёрт. Данил, ты здесь? Приём. Что там у вас? Машина готова? Приём. Егор ушёл с бензином к машине. Я... Я на заправке остался. Тут кажется, я слышал монстр. Он где-то рядом. Приём. Ах, твоё мыть. Ну и какой гений придумал эту идею разделиться? Сиди там и не шевелись. Я пойду искать Егор. Понял меня? Приём. Илья, меня слышно? Приём. Да, да, я тебя понял. Понять, я тебя. Тихо, 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 тихо. Проходите, здесь никого нет. И чипсы я вам не отдам. Данил, вы куда? Так, Лера, следи за своим братом, будьте дома. Скажи Шире, что я скоро вернусь. Собирайте пока что вещи. С Ильёй и Егором что-то случилось? Данил, скажите правду. Да ничего не случилось. Помощь им нужна и всё. Эти балбесы решили разделиться. Время, что ли, экономят, чёрт его знает. Может, я пойду с вами? Вы ведь тоже собираетесь один бежать? Так, девочка, а ну-ка успокойся, не мешай. Мужики сейчас разберутся. Ну, Илья тоже с нами. Очень смешно. Приходите скорей, не задерживайтесь там. Ну, ты чё, до инфаркта меня довести, что ли хочешь? Илья сказал, что здесь куча мостов? Ну, ё-моё. Сейчас, заведу машину и поедем его спасать. Ты поверь, ты же говорил, что просто бензина нет. Чё там ещё с этой колымагой? Это что, бензонасос от строя вышел. Сейчас придумай чего-нибудь. Уж с военной техникой я не в первый день дрожу. А Илья? Он же там от этих творящих прячется сейчас. Дай мне пять минут, и мы поедем за ним. Он парень не промах, справится. Ага, не глупо говоришь? Ну, давай, скорее, скорее! Да куда ты стрелял, солдат? Сейчас остальные твари сбегутся. Ты хоть попал вообще в него? Да, одного убил. Сколько раз тебе надо правила безопасности читать? Или как котёнка тебе в книжку тыкать? Виноват, товарищ командир. Но мы ведь можем включить прибор. Отпугнём их подальше, а тут вдруг что? Отпугнём, ага. Этих приборов уже по пальцам пересчитать можно из-за таких, как ты. Эти твари не реагируют больше на звуковые частоты. Давай вон лучше бензин набирай поскорее и поехали. Так точно. Прячьтесь, товарищ командир! Гражданский на 12 часов! Чёрт, чего ты пугаешь меня, рядовой? Он же вооружён! Не глупи, парень, опусти ружьё! Кто вы такие? Отвечайте! Ты чё, по вагонам не видишь? А ну, брось ружьё на землю! Хорошо, хорошо. Нам помощь нужна, нас здесь шестеро. Мы хотели бы приехать в ваш лагерь. А на кой чёрт ты с ружьём вышел, если тебе помощь нужна? Один из ваших вчера хотел убить меня. Он сказал, что я не должен был его видеть. Каких ещё наших? Все наши вчера в штабе были. Ну, такой же солдат, только в костюме чёрном и с автоматом. Ты, походу, перенервничал, парень. Так, ну ладно. Рядовой, опусти автомат. Шестеро вас, говоришь? Гражданские все? Да, мы из города выбрались вот только. Не успели на эвакуацию три недели назад. Как же вы выжить смогли только? Так, слушай меня внимательно. Я передам в штаб, чтобы вас приняли в лагере. Лагерь отсюда в пяти километрах езды. Машина-то хоть есть? Да, сейчас Егор должен приехать сюда. Вот, передай своему Егору, чтобы вёз вашу компанию по дороге на север. Если сегодня успеете, то вертолётом отправим вас в безопасное место. Всё ясно? Да, понял. Спасибо вам большое. Мы бы ещё долго искали убежище. От этих тварей убежище просто так не найдёшь. Рядовой, машина готова? Так точно. Ну тогда поехали. Прыгай за баранку. А ты, парень, на военных своё ружьё больше не направляй. Будь мой солдат поумнее, застрелил бы тебя к чертям собачьим. Всё, встретимся в штабе. Впервые у меня появилась надежда на спасение. У меня даже слегка закружилась голова от таких событий. Но вопросов ещё было очень много. Главное, что нас пообещали отправить в убежище. И эта мысль затуманила мне голову. Давай, в машину прыгай, скорее! Ты видел? Там УАЗик проехал только что. Военные там сидели. Мы успеем их догнать ещё. Егор, подожди. Я говорил с ними, они были здесь. Какого хрена я тогда выстрелил и слышал? Они стреляли в тебя? А монстры-то где? Так, спокойно. Военные сказали, что спасут нас. Егор, слышишь? Нам надо срочно ехать к лагерю их. Так Данил мне сказал, что ты от монстров прячешься. Он ко мне прибежал вот с такими глазами. Солдат в эту тварь стрелял. Всё в порядке. А сам Данил где? Ты его оставил, что ли? Он домой побежал за остальными. Ну тогда прыгай в машину и поехали. К вечеру, думаю, будем в лагере. Сумки-то хоть собрал? Или съел уже всё? Ага, точно. Егор, сейчас, сейчас. Ну, артист. Эй, артист! Бросай ты эти сумки, поехали! По глазам Егора я понял. Он несказанно рад всему происходящему. Он наверняка думал о своей жене. О том, что скоро увидится с ней. Да что уж говорить. Даже Данил будто помолодел и воспрял духом. Так, детки, поторопитесь. Билет скоро закончится. Оставим вас здесь, и пешком до лагеря пойдёте. Так, а ты куда без билетника? Я? Так это, я не останусь здесь. Вы чего? Ладно, садись, боец. Без билетники вон, в багажники поедут. Хе, без билетников не привыкать. Опять в багажник? Может, я с остальными в салон как-нибудь помещусь? Вон, Леру на коленки посажу. Да, Люк, ты мне тут поговори. Этих монстров вон на дорогах пруд прудил. Остановят, и штраф тебе выпишут. Вот будешь знать. А ну, бегом в багажник. Ладно, уговорил, дед. Я тебе как плечо по ушам дамчу. Мало утром было. Готовы, ребят. Ничего не забыли? Все забыли, ничего не взяли. Ну, тогда можно выдвигаться. Машина готова. Машина готова. Судя по всему, мы приехали не вовремя. Эй, вы слышите? Что у вас тут происходит? Черт возьми. Эй! Субтитры подогнал «Симон»!